Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тут я, наверное, передам слово сначала Анне, а потом, возможно, Риме, если она успеет к этому времени подойти. Спасибо, Илона. Илона отметила в анонсе сегодняшней встречи, что цифровые права очень часто рассматриваются как... Как бы не очень, на самом деле, есть прямое описание того, что такое. Оно, если разница в языках, например, в английском мы часто пользуемся формулировкой digital human rights, на русском языке мы пользуемся цифровые права, на русском, кажется, чаще мы... Вот и здесь было бы очень вовремя, если бы Риме подошла... Рассматриваем те самые права, которые связаны с созданием, например, цифрового контента и его распространением. Здесь много историй есть о операции, о авторских правах, этим занимаются замечательные люди, в том числе в нашей среде. Я же чаще, когда думаю о цифровых правах, и то, за что у меня болит сердце, и за что, про что я учусь создавать контент, это цифровые права как отражение базовых прав человек в цифровой среде. И когда мы говорим о цифровой среде, ну, честно говоря, мы с вами сейчас в цифровой среде, и уверены, что у большинства из нас, если не у всех, цифровая среда находится прямо вот в этой штукке, которую мы редко куда вообще убираем далеко от себя дальше, чем в доступе правой или левой руке. И эти самые базовые права человека, они отражаются в цифровой среде точно так же, как отражаются в всяких других средах. Ваш правой человек есть у вас, когда вы заходитесь сюда дома, когда вы едете в транспорте, когда вы, не знаю, сидите в университете, преподаете или учитесь, когда вы путешествуете. Точно так же цифровые права отражают те самые основные права человека. И, на самом деле, будет очень здорово, если кто-нибудь сейчас вспомнит, какие вообще у нас есть права. Например, я люблю очень напоминать право на жизнь. Это правда, Александр, вы совершенно правы, оно существует. Например, также у нас существует право на доступ к информации, право на распространение информации, право на ее получение, право на выражение себя, на выражение своих убеждений, своих верований, право на самовыражение. Часто в англоязычной среде это называется freedom of expression and associated rights, то есть право на выражение и все права, которые ассоциируются с этим правом на выражение, и на свое выражение. Также, например, я очень люблю пример про тайну переписки, который, я думаю, что мы сегодня, наверное, еще затронем в той или иной степени, потому что он очень близок к истории про приватность, потому что вообще-то многие годы до нынешнего времени чтение чужой переписки считалось нарушением права человека. Вы имеете право написать письмо вашей маме, и будьте уверены, что совершенно никто его не прочитает, потому что это ваша частная переписка, ваша частная жизнь. Я люблю думать про цифровые права вот в этом разрезе, и когда мы говорим про цифровые права и право на приватность, здесь есть много разных и правовых, и, на самом деле, просто здравосмысленных доменов, в которых мы рассматриваем, и сегодня все это мы затронем. Спасибо. Так, ну, пока Рима у нас еще не добежала. Алексей, может, есть пару слов добавить? Как юристу, с юридической точки зрения. Ну, я, наверное, добавлю, даже не как юриста, а как пользовательский ассист, и с точки зрения нашего сегодняшнего предмета, обсуждения нашей аженды, я бы, на самом деле, добавил бы две вещи. Первое, в принципе, актуальность этого предмета, которого обсуждаем, она по-моему, связана. Здесь есть очень простая, на самом деле, последовательность вещей, которая доступна любому человеку, хотя бы с каким-то базовым образованием. Это то, что сначала развиваются технологии, появляются новые способы работы с информацией, и защита персональных данных, связанные с джитл-правами, с правами и все прочее, оно возникло у нас не на пустом месте, оно возникло в рамках научно-технической революции, точнее, даже целой серии, цепочки этих революций. И автоматизация обработки информации, она породила новое общественное отношение, которое связано как раз с такого рода обработкой. Новые общественные отношения, они потребовали их регулирования, и в том числе правовыми методами, да, с помощью норм права. И, собственно, это вот очень хороший пример с персональными данными, с приватностью. Право на приватность, оно появилось именно уже как некая оформленная концепция, как определенное нормативное дозволение, ну, в первую очередь, запреты, конечно же, в США в конце 19 века. А data privacy, как бы, да, оно, data protection, оно существует достаточно недавно, на самом деле, чуть больше 50 лет. С эпохи зарождения, в принципе, понимания этого на территории Европы, где-то на рубеже 60-х, 70-х годов прошлого века. И почему у нас сейчас вдруг возникли персональные данные? Это какой-то новый тип информации? Нет. Это не новый тип информации, это информация как была раньше, так и есть и сейчас. Да, ее состав содержания, оно сильно изменилось, потому что сейчас больше идет акцент именно на те следы использования цифровых сервисов, там, устройств и так далее, которые мы оставляем, является большой частью персональных данных. Но сам концепт появился именно исходя из развития технологий, с появлением мейнстреймов в 60-е годы, с появлением новых технологий обработки информации. И, то есть, о чем идет речь? О том, что, в принципе, privacy, да, мы сейчас вот то, что обсуждаем, есть такое, такая у меня по роде информация, я под privacy подразумеваю именно date privacy, то есть информационная приватность. Прямо информационной приватности есть еще коммуникационная приватность, как раз в том числе и тайной перепиской, как я уже говорил Анна. Есть телесная приватность и пространственная приватность. Все вот эти четыре вида приватности, они у нас появились достаточно давно, это уже больше ста лет. А информационная приватность, она сейчас не превратила защиту персональных данных, это две на самом деле параллельные вещи, которые связаны одна с другой. То есть информационная приватность – это право человека на автономию информационную, в первую очередь, от общества. И второй момент – это то, что более правильно, вот с точки зрения даже методологии, говорить не о информационной приватности, а именно защитой персональных данных, потому что к какому выводу пришли и ученые, и, собственно, власти, когда создавали слот регулирования вопроса, связанных с защитой персональных данных. То, что, да, в рамках информационной приватности один человек может запретить всем другим, не только людям, но и государству, компаниям, вторгаться в его частную жизнь, нарушать его личную семейную тайну, работать с информацией, которая касается этого человека. Но это мера запретительная. То есть, да, с точки зрения защитного механизма это прекрасно, но мы же понимаем, что с развитием технологий информация, она обрабатывается везде, повсеместно, во многих аспектах. И здесь, вместо того, чтобы запрещать процесс, да, вот такой обработки, надо все-таки им управлять, надо его контролировать. Поэтому Data Protection — это, в первую очередь, про управление нами своими же собственными данными, а если не про управление, то хотя бы про какую-то меру контроля за вот этой обработкой персональных данных. Именно исходя из этого у нас происходит общество о персональных данных. И хотя само по себе это свидетельство, ну, как это, в принципе, вводится, оно строится вокруг прав субъекта в персональных данных, в том числе это как раз и есть один из элементов цифровых прав, но ключевой момент — это не права субъекта в персональных данных, это принципы обработки в персональных данных. Законность, праведливость, прозрачность, размерность, подочетность и так далее. Мы будем сейчас их перечислять. Если вы откроете любой закон нефокизированной с точки зрения защиты персональных данных, в том числе и российский закон о персональных данных, то пятая статья, она будет установлена принципом обработки персональных данных. Это те правила, в рамках которых обработка данных может осуществляться. И, условно говоря, если нарушается принцип обработки персональных данных, то это означает, что та организация, то лицо, которое это обработка осуществляет, это ситуация создает серьезные риски для наших и с вами свобод, прав и интересов. И такого быть не должно, потому что это своего рода тоже некий негласный договор. Они будут очень общественным договором, но это, скажем так, эти принципы обработки персональных данных — это тот завет, соблюдая который, можно еще как-то сбалансировать интересы всех вовлеченных лиц. Если этот завет нарушается, то нарушается баланс. Как только нарушается баланс, начинаются конфликты. И во многом, опять же, речь идет не о том, что современные технологии плохие. То есть, опять же, убивает не нож, убивает рука, которую этот нож держит. То есть технологии их можно использовать для благих целей, для не очень благих целей, как это видно. Но, в первую очередь, наш самый интерес и, скажем так, это одна из самых больших задач, один из самых больших вызовов, на самом деле, для нас всех — это как в современном мире, где технологии усложняются даже не с каждым годом, а с каждым месяцем, где появляются такие вещи, которые еще пять лет назад были трудностями представимы, то есть качество исполнения, допустим, дипфейки. Они прошли даже не эволюционное, а во многом революционное развитие за последние годы. Это как бы первое. То есть активное развитие новых технологий. И второе, противоположный вектор — это то, что доступ к этим технологиям, порог под входной билет, он очень быстро дешевеет. То, что раньше себе могли позволить крупные государства, либо мегакорпорации, сейчас может позволить любой человек со стами долларами в кармане. Арендовать или иные мощности вычислительные, получить доступ к современным технологиям, зайти на GitHub, скачать какие-то новые интересные алгоритмы, которые позволяют что-то делать. И, собственно, вот эта проблема — это то, что, ну, скажем так, это то, через что прошли наши предки 75 лет назад, когда мы попали в эпоху индустриальных поинт. Войны стали очень кровавыми, когда они стали действительно всеобъемлющими, именно потому что технологии стали более доступными, они, с одной стороны, усложнили, стали более совершенными, а с другой стороны, они стали гораздо дешевле. И вот этот момент, я думаю, что это один самый большой визор. Потому что раньше это по-многому было, ну, как бы рисков не так много, потому что очень мало кто может этих технологий пользоваться, иметь доступ, это очень дорого. Вот это самый хороший диппейк сделать. Сейчас любой из вас может это сделать на очень хорошем уровне. Так, я так понимаю, мы немножко успели затронуть тему с рисками, связанными с цифровыми правами их. Ускоряющаяся легкость, скажем так. Но, кроме этого, мы понимаем, что, скорее всего, именно вот data privacy, да, она такая наиболее чувствительная для нас, как бы для обычных граждан, для обычных пользователей. Что вот делать в текущих условиях, когда мы читаем каждый день новости, там постоянно какие-то утечки, там, причем достаточно чувствительных данных. Это могут быть, там, данные из лабораторий медицинских, это могут быть данные, там, состава заказов еды, которые вы, там, за месяц получили, или что-то, связанное с образовательными организациями. Вот получается так, что человек сидит, там, ну, условно, последний год-два, и эти новости уже не воспринимаются как нечто ужасное. Вот что с этим делать? Надо ли на этом циклиться, да, как-то бегать по потолку и пытаться исправить ситуацию, или стоит это принять и думать в каком-то другом направлении? Наверное, спрошу сначала Анну. Если можно, я сейчас подхвачу, да. У меня, к сожалению, нет ответа, стоит ли бегать по потолку или нет. Мне кажется, если у вас есть такая возможность, это прекрасная опция. У меня, к сожалению, нет, ни по какому бы то ни было поводу. Я бы хотела немножко сейчас взглянуть чуть-чуть дальше в историю, и, может быть, Алексей тут сможет как-то со мной в диалоге, если появится ответ. Я, когда Алексей говорил, подумала про, знаете, такую картинку из старых фильмов, может быть, американских, неважно каких, значит, полицейский участок, и там какой-нибудь человек открывает ящичек, значит, приходит ночью в офис шерифа, открывает ящик с папками, с какими-нибудь личными делами кого-нибудь, чтобы что-то узнать. И ведь это, на самом деле, те самые персональные данные. Я думаю, что история у них куда дольше, чем то, о чем мы говорим сегодня, то, что Илона упомянула, то, какие новости мы получаем. Вопрос только в том, что с тем, что технологическая ускоряющаяся легкость рисков дает возможность эти самые данные, ну, во-первых, соединять друг с другом и получать более подробные бандлы, что ли, данных, более подробную информацию, которая уже скорее может персонифицировать человека, чем какие-то отдельные кусочки. В кусочке данных про то, какой-то пользователь номер ID такой-то заказывает в Яндекс.Еде или в какой бы то ни было еще еде какие-то продукты, на самом деле мало что говорит всем, кроме, собственно, Яндекс.Еды, которая сможет промонтировать больше в этом районе, да, или больше показывать рекламу к какому-то конкретному пользователю. У меня к этому тоже много вопросов, но это другая история, да, это сейчас не совсем про права. Хотя, не знаю, Алексей, может быть, меня поправит, он так кивает. Вот. Для меня страшным здесь становится сочетание объема данных и, ну, некоторая их неподотчетность. Неподотчетность. Неподотчетность их использования, неподотчетность и непрозрачность их структуризации разными акторами. Вот, кажется, тут как раз происходит то, о чем было бы очень интересно поговорить. А насчет бегать по потолку, ну, было бы хорошо. Просто в качестве физической разминки, но, боюсь, вряд ли это что-то изменило в новостях по утичке, которые мы получаем. Так. Алексей. Либо есть вот вопрос в чате от Михаила по поводу того, реально ли наносится какой-то вред таких утечек. Ну, я, наверное, позвольте сразу ответить, что да, в рамках утечек в форму-балайном. Где я... Как раз... Как раз... Это не просто какая-то абстрактная новость, что какие-то данные утеплили, а утечка... Как сервис у нас получилась. Это, собственно, очень сильно сдвинуло, да, вот, скажем так, парадигму восприятия подобного рода вещей. И второй гвоздь в крышку гроба, такого достаточно легкомысленного, простого отношения к таким вещам, он произошел... События произошло через два месяца, когда утекшие данные, они были дообогащены. Через другие утечки, это как раз, когда у нас произошло сопоставление и объединение данных из разных утечек. Я вас могу заверить, что очень многие компании этим занимаются комп-бизнесом. Уже много лет. При этом они сами эти утечки, естественно, не провоцируют, не являются их заказчиками. Ну, в большинстве, я не могу за всех говорить, но они себе создают вот такие серые либо черные уже базы данных по утечкам. Ну, естественно, они проверяют, насколько эти утечки являются реальными, не фейковыми, не надуманными, не компиляциями из предыдущих утечек, но просто покупая либо скачивая как раз утекшие базы данных, можно такие интересные вещи сделать, что, как говорится, просто дух захватывает. И, ну, кроме, собственно, скажем так, семейных драм, также хотел бы обратить внимание, что если мы посмотрим на утечку, то увидим, что среди данных лиц, которые можно обнаружить, есть люди, которые, допустим, обеспечены государственной защитой, государственной охраной. Это особо охраняемые люди. Но ты при этом видишь их локацию, то, что они заказывают, с какой-то чистотой. И третий момент, опять же, если мы, ну, асинт, то есть розетка по открытым источникам, здесь не совсем как-то тот самый кейс, но я даже вот общался с людьми, которые говорят, вот знаешь, в принципе, если есть какая-то более-менее регулярная статистика по поводу того, какой человек заказывает себе какие-то продукты, то можно ставить себе представление о вкусах, привычках, диете. Это тоже очень ценная информация в совокупности с другой. Вот, поэтому здесь на самом деле я думаю, что, может быть, я покажу там те три слайда, которые я планирую это сделать. Вот, если мне сейчас дадут такую возможность поделиться своей презентацией, потому что пока что, да, сейчас такого права нет. Так, я вижу, что пришла Рима. Рима, добрый вечер. Да, добрый вечер. Извините за опоздание. Тут встреча накладывалась просто. Вот. На самом деле, насколько я понимаю, сейчас тут как раз обсуждались риски, связанные с цифровыми правами. На самом деле, очень интересная тема. Тут я бы хотела сказать, я так понимаю, что уже там не поговорили о концепции цифровых прав, о определении, и здесь мне бы хотелось на самом деле сказать о, наверное, самом обсуждаемом вопросе вообще о регулировании цифровых прав, то, что происходит как бы за рубежом. На самом деле, если посмотреть, то пошел какой-то тренд на регулирование цифровых прав, введение определения цифровых прав, введение определения цифровых платформ и защиты этих прав. Потому что, ну, сама концепция цифровых прав, она достаточно широкая и новая. И там, например, в Соединенных Штатах уже разрабатывается законопроект о так называемой законопроект о цифровых правах. В Европейском Союзе это G-Source Services Act, который тоже включает определение Китая, Индия. Но здесь что главное учитывать, что само регулирование, оно не должно быть такой панацеей. Нужно понимать, что регулирование там происходит за счет того, что у них страдают, например, другие отрасли права, например, закон о защите прав потребителей, которые тоже могут в какой-то степени охватывать эти вопросы. Например, если посмотрим французов, они, например, выводят цифровые права из кодекса о защите прав потребителей. То есть это исключительно такая потребителюцентрическая концепция. И поскольку у этих стран, например, неразвитые отрасли защиты, которые направлены на защиту конкретных правоотношений, то есть на защиту потребителей, для них отдельное регулирование цифровых прав кажется необходимым и важным. Для нас в России, конечно, нужно оценивать и то, что у нас те отрасли, которые там кажутся слабыми, могут быть достаточно развитыми. Например, закон о защите потребителей как таковой. Или, например, закон о персональных взаимных, который, в принципе, тоже защищает цифровые права. Или тот законопроект, который был принят и который стал уже частью гражданского кодекса, который вводит понятие цифровых прав. То есть достаточно такое комплексное регулирование, которое, наверное, само по себе уже дает много ответов на какие-то вопросы. Конечно, там, может быть, есть какие-то вопросы, с которыми нужно поработать, да, но меня просто всегда поражал вот этот вопрос, точнее, вот эта риторика очень многих из сферы достаточно академической в этой сфере, что, вы знаете, вот, например, во всех странах стали разрабатывать законопроекты, они стали принимать их. Но ведь регулирование само по себе не должно быть аргументом, в зарубежных странах стать аргументом для того, чтобы регулировать там в той же России, да, если эти вопросы уже раскрыты в каких-то законах. Да, у нас это, опять же, тот же ГК, да, это средства правовой защиты также предусмотрены, или это тот же закон о персональных данных, или закон об информации. То есть, на самом деле, тут нужно понимать, как можно играть с этой системой законодательства, но при этом понимать, что, да, может быть, какие-то вопросы там должны быть решены в частном порядке. Для этого есть, например, case by case basis, да, когда можно пойти и там в конкретном, в каждом конкретном рассматриваемом споре решить там возникшие вопросы и решить его там по аналогии законодательства, по аналогии права, например. Вот. В этом плане, мне кажется, вот такая риторика, она очень важна, когда мы говорим о, в принципе, более глобальной модели цифровых прав. А вообще, конечно, ну, категория цифровых прав, она достаточно широкая, и, ну, как бы, в цифровое право входит регулирование отношений в сфере вообще деятельности этих проектов, публикации информации в сети, тот же блокчейн, обработка персональных данных, больших данных, искусственных интеллектов и вообще других церквей. Это настолько межотраслевая тематика, что, ну, как бы, опять же, системный подход, он, условно, очень важен. И в этом плане, конечно, нужно еще и понимать, как бы, о какой отрасли, в частности, идет речь. Да, если это защита, например, от цифровых прав в многопользовательской игре, как это, ну, тоже как одна из вариаций, да, или это, может быть, ЦФА, которая тоже является частью, например, более глобальной концепции цифровых прав. Вот. Мне кажется, вот такая риторика, она, вполне, должна и необходима для дальнейшего рассмотрения этих концепций. Спасибо. Вот еще вам точка зрения на то, что такое цифровые права. Но, кстати, про регулирование, да, и про необходимость. Это мы поговорим в конце. Еще вернусь к этому вопросу, он у нас на сладенькое припасен. А сейчас я тогда вернусь к Алексею и к слайдам как раз-таки про риски, да. Ну, вот конкретно не в целом цифровых правах, а именно с точки зрения персональных данных и информационной приватности. Да, коллеги, буквально несколько слайдов. Сейчас он распространяется. Все на работу, понятно. Вот. По поводу, в принципе, такой момент, который я хотел бы, ну, может быть, усуществление Гдаряки, я считаю, что одна из очень больших проблем текущего регулирования, первичного права регулирования. Конечно же, это то, что мы делаем очень большие акциенты именно на сами данные, на персональные данные. То есть вот тоже по своей работе я чувствую, что все больше и больше становлюсь, сказать, все больше бухгалтером, да, чем проявосистом. То есть человек, который, в первую очередь, борется за то, чтобы персональные данные были все подсчитаны, упакованы, скажем так, помещены там в правильные локации. И вот это самое главное. То есть мы за данными, на самом деле, не видим их субъектов, не видим живых людей. И я бы, конечно, подумал, получить внимание для того, что тоже какой план, в принципе, освещает закон о персональных данных и законодательстве. Но все-таки, в моем понимании, это право интереса субъектов. И здесь, наверное, очень важный момент. Это право на идентичность и право на, скажем так, защиту персональных данных от отрыва в парадигме определенного контекста. То есть у нас у каждых сценариев использования наших данных есть свой контекст. И вот здесь, на этом слайде, мы видим всем известного нам человека и видим четыре контекста. Хотя человек один и тот же изображен на всех фотографиях. Ну, казалось бы, да, то есть везде у нас есть персональные данные, везде мы можем идентифицировать лицо, которое на них изображено, но контекст разный. И если, допустим, мы видим четыре фотографии из четырех социальных сетей, если мы эти фотографии перемешаем с точки зрения законного, что там, что там, что там, везде одно и то же лицо, как бы новый бигдел, никакой разницы нет. На самом деле разница огромная. Если у нас фото из Линдена, допустим, окажется в Фейсбуке, либо фото из Тиндера окажется в Линдене, либо еще что-то, я думаю, что как бы все будут этому очень сильно рады, скажем так, очень сильно рады. Хотя человек выглядит по-разному, повторюсь, контексты разные, но одно и то же лицо. С точки зрения закона, да, это лицо, которое было идентифицировано, это субъект персональных данных, ну, почему бы и нет. И это просто, как бы, ну, естественно, как любая аналогия, да, любой пример, он обладает своими недостатками, но я думаю, смысл понятен. И нельзя пытаться либо вырвать информацию из контекста, объединять контекст, да, в произвольном порядке, потому что тем самым мы как раз можем создать для человека достаточно существенные проблемы. И здесь идет речь, скажем так, с точки зрения именно интересов человека, да, именно контроля человека над, скажем так, собой. То есть, допустим, я представлен тоже в разных социальных сетях, и там, описывая себя, то есть даже без фото, я могу дать о себе разную информацию, могу подсветить себя совершенно с разных точек зрения. То есть, это абсолютно нормальная ситуация, даже более того, если я иду наниматься на работу, я в резюме пишу одно, если я иду продавать свои услуги как внешнего консультанта, я буду писать другие вещи там. Хотя бы тоже в лицо, и опыт на самом деле, ну, один и тот же. И, как бы, здесь важный момент, это то, что, скажем так, вред, причиняемый незаконной обработкой персональных данных, он тоже разный. То есть, мы смотрим на контекст информации, на контекст персональных данных, сценарий использования, в целом обработки, и мы понимаем, что вред может быть как объективный, так и субъективный, и что сценарии, которые связаны, скажем так, с причинением вреда для субъекта персональных данных, вот, это касается совершенно разных аспектов нашей с вами деятельности. И вот посмотрите, допустим, на сбор информации, что данные не должны собираться неведомым для человека образом. Я думаю, любой из вас согласится, если он узнает, что кто-то о нем собирает информацию, непонятно кто, непонятно в каком объеме, для каких целей, что он с ним планирует делать. Вы все будете точно чувствовать неуютно, как минимум. То есть, уже ваши, как минимум, интересы будут нарушены. Вы будете беспокоиться, будете испытывать негативные эмоции. И, с точки зрения именно, скажем так, возможных сценариев, их с каждым годом становится все больше и больше. И в качестве завершающего слайда это то, о чем, опять же, говорила Анна в самом начале, скажем так, нашей встречи. Обратите, пожалуйста, внимание на виды персональных данных по способам их получения, в первую очередь, на два вида персональных данных в правом нижнем углу этого слайда. Это производные данные и предполагаемые данные. Самое интересное, это предполагаемые данные, которые не имеют 100% удоверенности, и они являются просто чем-то, ну, чем-то ассамшеном, предположением. Опять же, вероятность этого предположения может быть разная, вот там достоверность, да, 99% либо 1%, тем не менее, это все равно персональные данные. И я как-то общался с коллегами из очень большого, интересного, известного банка. Коллеги – это дата-сайентисты, их называют дата-сатанисты, потому что они как раз используют совершенно разные модели по обработке данных, и они мне сказали, еще это было, ну, несколько лет назад, мы сказали, не знаешь, Алексей, в принципе, тот набор данных, который у нас есть, который мы получаем от наших клиентов, вот, плюс используя те алгоритмы, которые у нас есть, системы мощности, они нам вполне достаточно для того, чтобы спрофилировать человека таким образом, чтобы, к примеру, да, если он приходит в автосалон, сказать им определенные ключевые моменты, да, связанные, допустим, с какими-то аспектами самого автомобиля, там, условия приобретения, дать ему определенные запахи, да, дать ему, как бы, что-то определенную музыку и спонить его к выбору того или иного автомобиля. Причем это будет, скажем так, ну, полуосознанно с его стороны либо даже вообще неосознанно. То есть профилирование позволяет находить в себе тайные кнопочки наши пружинки, на которые можно понажимать и, скажем так, управлять нашим своим поведением. То есть, если говорить, ну, перефразившись более простым языком, предполагаемые данные позволяют предполагать прогнозировать наше с вами поведение, а умея прогнозировать наше с вами поведение и понимая факторы, которые на него будут влиять, этим поведением можно управлять. Самый интересный аспект – это то, что мы сейчас с вами обсуждаем. Это не то, что в перспективе возможно, это уже есть на самом деле. Это уже более чем достаточно уже сейчас. Что будет через 5, через 10, через 15 лет? Каждый может себе это представить в меру своей франтезии и копиться в меру своей испорченности. Представьте себе набор данных, которые может получить любая крупная организация у вас. И представьте себе, какие выводы на основе этих данных могут сделать. Даже просто по вашим покупкам. Самый простой пример – ваши покупки в секшопе. Понять, как бы спрофилировать ваши предпочтения. Вообще труда никакого не составит. Этого даже хитрого алгоритма не нужно. Это, в принципе, абсолютно, скажем так, прозаическая вещь. А какие-то более интересные, сложные вещи, конструкции – вы будете сильно удивлены, если вы узнаете, в принципе, на что сейчас уже способны какие-то продвинутые вещи. Особенно, если мы используем уже не столь новомодные, но тем не менее, такие вещи, как технологии, связанные с искусственным интеллектом, нейросети и прочее, прочее, прочее. Трикдата и так далее. И это действительно большой брат отдыхает в сравнении с тем, что есть у нас сейчас. Алексей, а можно я прямо с вопросом вклинись? Мне кажется, просто это было бы очень кстати. Часто в разговорах с людьми, которые не сильно занимаются персональными данными, но когда я пересказываю примерно то, о чем вы сейчас говорили, у меня недавно начал появляться вопрос – а что в этом плохого? И, честно говоря, я не всегда нахожусь, в зависимости от контекста, конечно, но что ответить? Что плохого, что секс-шоп или какой-то, не знаю, автомобильный салон повлияет на мое решение? Как вы обычно отвечаете на этот вопрос? И, ну, присутствует ли он вообще, может быть, или нет? Он, безусловно, присутствует. Я говорю, что моя пламенная речь, она направлена не на оценку того, что это плохо либо хорошо. Это как в «Матрице» в самом первом фильме, когда Морфеус наставляет Нео перед встречей с Пифей, не думая о ней как о злой или доброй. То есть это инструмент. Плохо. Единственное, что я могу оценивать именно с точки зрения своих интересов как субъекта персональных данных, это моя, скажем так, субъективная оценка, но в ней я точно не одинок. Когда это происходит, как минимум, без информирования меня об этом раз и без возможности с моей стороны сделать opt-out, да, то есть прекратить это по своему желанию, да, это считать неопротивым. И я могу привести очень простой пример. Хорошо ли дать возможность медицинским учреждениям на основе вашего индивидуального профиля и плюс, имея определенные технологии, да, по обработке средней из этого профиля и плюс, имея наборы данных по людям, у которых схожий профиль, да, по медицине прогнозировать состояние вашего здоровья. И это считается очень хорошо, это прекрасно. Да, допустим, можно спрогнозировать по вероятности возникновения человека онкозапалевания на каком-то длительном промежутке времени 10-20 лет. Это очень хорошо, потому что это можно предотвратить, да, это, как бы, можно заняться там профилактической терапией и многими другими вещами изменить образ жизни. Но, если, допустим, меня этой новостью огорошит, да, ну, будто тебе человек в каком-то медицинском приеме, там, либо дня какого-то другого-то человека, да, и скажет, вот вы знаете, мы вот тут поработали с вашими данными и выяснили, вот такой прикольный вещь, да, что оказывается, есть там приятность того или иного заболевания на каком-то периоде времени. То есть само по себе это прекрасно. То, что меня об этом заранее не предупредили и спросили моего согласия на это, вот это вот очень плохо, потому что бесконтрольность порождает очень опасные вещи, потому что это нарушение баланса, если против вас это могут делать, это именно агентствию, да, то вы просто будете даже не знать, что оказывается в вашем посредине. Ну, мне кажется, любой разумный человек, он не хотел бы ощущать себя, я заранее извиняюсь за это термин, но цифровым рабом, да, для других людей, которым просто управляют, пусть и даже это управление будет очень комфортным, удобным, то есть, ну, как бы такая золотая клетка. Свобода воли – это фундаментальное право, которое есть у каждого из нас, и нельзя свободу воли подменять вещами, которые связаны, ну, скажем так, с невосприятием, да, вот этого принципа некоторыми из людей. И здесь, к сожалению, ну, я сейчас, наверное, завершу какой-то такой грустной ноткой, то, что я вижу, к сожалению, ну, может быть, это, скажем так, издержки, как бы, всех современных обществ, по крайней мере, обществ, которые либо построены, либо строены на демократических принципах, те права и свободы, которые мы получаем, мы их получаем от рождения, они нам не достаются в рамках нашей борьбы, то есть, мы их всегда ценим и понимаем, насколько они важны. И вот это отсутствие усилий и платы за вот эти права и свободы, которые у нас есть, к сожалению, очень сильно деформирует и девальвирует для нас восприятие вот этих фундаментальных вещей. И поэтому, к сожалению, можно чувствовать, что просто, а что в этом плохого? Ну, в том, что это прямой путь злоупотребления. Сейчас эти люди вместо тебя решат одно сделать, потом другое, потом ты с моста спрыгнешь, ну, просто потому, что твоим поведением, опять, ну, то есть, а что в этом плохого? Ничего плохого, ты же сам как бы на это согласился. Поэтому, к сожалению, я думаю, что здесь один из очень важных недостатков – это отсутствие просветительской работы и такое иногда возникает ощущение, что это даже делается намеренно, что это как-то выховачивается, там, задвигается в дальний угол. То есть, я даже вот, общаясь с молодым поколением, в некоторых случаях очень радуюсь, потому что люди очень осознанно действуют молодежь, нового поколения. А многие, наоборот, говорят, а меня все устраивает, я не хочу видеть тот контент, который не хочу видеть. Мне все устраивает, как бы, я живу в самоинформационном пузыре, мне в нем комфортно, не дует, тепло, слухо, почему нет. И здесь действительно очень тяжело спорить с этим, потому что у каждого есть свой выбор. Просто, когда таких людей достаточно много, те люди, которые продолжают отстаивать свое мнение за право на контроль над информацией, они рискуют оказаться в меньшинстве и просто, ну, скажем так, наш самый взгляд, который, в принципе, по идее он должен быть во благо всего общества, он может оказаться, ну, скажем так, маргинальным. Он же сейчас отчасти маргинализируется. Большие компании знают, что тебе нужно, они знают, когда тебе это нужно и в каком количестве. Вот, они гораздо умнее тебя, у них гораздо больше денег, технологий и всего остального. Вот, а ты просто должен расслабиться и наслаждаться. Но у каждого свой путь, наверное, для кого-то это правильно, я вот с таким подходом точно не готов согласиться. А можно я тоже сделаю маленькую демарку, Алексей? И, как бы, такую ремарку, потому что мне, знаете, что больше интересовало? Вот, например, есть же такая концепция поведенческой экономики, то есть, например, теория подталкивания, по-другому она называется надзи, и она есть, как бы, в оффлайн-спреде. Например, когда в супермаркете самые яркие вкусные овощи кладут вот прямо у входа, и когда человек заходит, он видит самое яркое, и он хочет это, потому что это самое яркое. Ну, теория и вот поведенческая экономика, это, ну, просто все компании этим пользуются, там, маркетинг и все такое. И вот чем отличается, например, вот это от того, что используется какая-то информация, например, для улучшения цифровых сервисов, да, там, например, для того, чтобы вам какая-нибудь дурацкая реклама, да, не подпадала, или, может быть, для того, чтобы, не знаю, там, какой-нибудь агрегатор такси вам сразу же указывал место, куда вы, скорее всего, захотите поехать, там, например, ну, вот такие вещи. Чем вот по вашему мнению одно отличается от другого, и можно ли считать, что фан онлайн, наверное, не так сильно там в этом плане и отличаются. Мне просто интересно ваше мнение. Ну, если с точки зрения моего мнения, я постараюсь его максимально просто изложить, то есть, ну, еще раз повторюсь, самый важный момент – это то, что с точки зрения именно обработки данных опасна не сама обработка этих данных, либо даже не конкретные сценарии, а утрата контроля над этим, да, то есть это первый момент, и второй момент – это несопостоимость влияния. Я думаю, что никто из вас как бы не будет спорить, что в настоящее время смерть цифровой идентичности, смерть личности, либо похищение могут оказать несопоставимое влияние на жизнь каждого из нас, то есть нарушить наши интересы, повлиять на утрату нами каких-то возможностей и перспектив, да, по сравнению с каким-то очень милым и наивным манипулированием, да, в рамках там того же прилавка, когда мы выкладываем самые красивые, самые интересные, привлекающие внимание покупателя вещи, да, на какую-то стойку, но на самом деле тут даже не нужно ничего, вот все эти шоколадки, которые выставляются у кассы, да, это же вот самый простой пример этой манипуляции. Ты стоишь, смотришь по сторонам, ждешь своей очереди, и тут тебя привлекает всякими сладостями, там, смешными мелочами и так далее. вот я, в принципе, об этом говорил, вот та же самая утечка в Яндекс.Еде, она привела к очень негативным последствиям для определенных семей. Семьи просто распались, просто когда они получили доступ к этой информации. Если мы говорим, опять же, об обработке персональных данных, есть еще один важный аспект, это этика данных, так называемая этика обработки данных, то есть это уже даже не правая категория, а уже, скажем так, больше из области этики, и могу привести пример по поводу технологии и своего опыта. Я в свое время работал в очень большой компании, которая купила, ну, точнее, не купила, а лицензировала очень интересный алгоритм, который позволяет профилировать работников компании и определять степень их выгорания. И с очень высокой точностью прогнозировать, кто из работников в ближайшие полгода может уйти из компании, потому что профессионально выгорел. И я со своими коллегами из, ну, это транснациональный холдинг из других европейских стран, у нас был такой вот комитет data detection офицеров, и мы рассматривали систему, и мы пришли к двум выводам. Первое. Мы можем легализовать использование этой системы, да, то есть, определенных усилий, но, как бы, с точки зрения права, да, это возможно, со всех соберем согласие, кто это согласие не даст, ну, как бы, мы не будем против него эту систему применять. Но для менеджеров потенциально, как бы, да, это может быть, да, как бы, ну, интересной возможностью. И вывод номер два. С точки зрения этики мы заблокировали использование этой системы. Почему? Потому что мы указали, что любая система, она несовершенна, и для менеджеров есть вероятность того, что менеджер будет подменять свои управленческие какие-то моменты, да, то есть, свою субъективную, но, тем не менее, человеческую оценку своих подчиненных как раз этой системы. Система будет ему говорить, что делать, кого нужно промотировать, а кого можно задвинуть, как бы, ну, подальше, потому что он еще не выгорел, да, то есть, нет угрозы потери человека. А я раскрою небольшую тайну. Хайринг и обучение людей для компаний стоит очень дорого. То есть, то, что уволит человек, это, там, как бы, новый big deal, и потом найти два места какого-то другого, на самом деле нет. Это то же самое, как в авиации, особенно в боевой авиации, в истребительной. Воспитать, обучить пилота часто стоит уже соразмерных денег в стоимости самого истребителя. То есть, это очень дорого. И компании инвестируют не только с точки зрения, скажем так, поиска наиболее, там, квалифицированных способных кадров, а удержание этих кадров, которые есть, потому что цикл хайринга, он очень дорогой. И мы с коллегами, когда обсуждали, мы пришли к мнению, что эта система может быть легальной, но неэтичной. Потому что для многих людей это просто будет демотивирующим фактором, потому что они будут понимать, что их оценивает система, они вряд ли могут повлиять на решение менеджера. И самое главное, любую систему можно хакнуть. Эта система работает по полутора сотням определенных характеристик, но человеческий интеллект – это очень интересная вещь, и со временем люди начнут понимать, как системы можно манипулировать. И это приведет, опять же, к очень негативным последствиям. Представьте себе, вы весь год очень плодотворно, упорно работали, но вы не выгорели, да, вы прям внутри крепкий профессионал, который верит, что он делает, и система говорит, что вот, Вася, он прекрасен, он не выгорел, он очень продуктивен. А вот есть у него сосед Коля, он что-то вечно недоволен, он вечно разочарован, демотивирован, да, он работает, но не так продуктивно. Коля, скорее всего, уйдет. А мы его нанялись лишь полтора года назад. И за очень большие деньги, мы очень много времени денег потратили, чтобы найти, рекрутировать, адаптировать. Поэтому давайте мы все-таки Колю будем продвигать вперед, дадим ему небольшой промоушен, как бы ничего страшного, но вот, чтобы Колю подбодрить, чтобы он, опять же, был мотивированный. И я, когда вот это все обсуждал с коллегами, я действительно понял, вот, очень интересный момент, то есть, что современные алгоритмы, они касаются не столько какого-то прямого вреда, который может быть нанесен нам, они касаются утраты для нас тех или иных возможностей. То есть, вот этого будущего развития, будущих сценариев, то есть использование тех или иных подвинутых систем, могут каждого из вас, и меня в том числе, лишить тех или иных перспектив. А это даже по сравнению с текущей ситуацией, человек живет надеждой. Если бы эта надежда лишает этой перспективы, это действительно даже эмоционально и, как бы, с точки зрения этики, может нанести ему не по крайней мере, он просто может психологически сломаться. Вот. И хотя это, вот повторюсь, это был такой кейс сугубо как бы data privacy этика, да, все остальное, но на самом деле достаточно универсальный подход, который можно, ну, с определенной долей условностей экстраполировать на многие другие ситуации. Спасибо. Анна, если есть вот какая-то реплика? У меня есть, может быть, да, это именно что реплика, я боюсь, что это скорее было не высказывано, но Алексей упомянул момент про информирование, да, граждан о том, что происходит с их данными, что это вообще такое, как бы, что может быть, чего, может быть, стоит опасаться. И это ровно то, о чем я думала уже какое-то количество лет. И мой личный, но профессиональный, тем не менее, журналистский вывод, он довольно неутешительный именно для журналистов в журналистике, поскольку медиа является участниками рынка, и поэтому, когда, примерно, там, пять лет назад, да, у кого-то чуть больше, медиа поняли, как использовать, когда я говорю медиа, я имею в виду сейчас создание, да, как бы, СМИ, когда они, то есть мы, я, поскольку работала уже в экономии, когда мы поняли, как можно использовать данные о пользователях, мы сначала были очень рады. Слушайте, мы же сможем, вот, как бы, мы можем больше знать о том, кто нас читает, больше знать о том, как, там, статьи дочитывают, какие пользователи приходят, доходят, там, до конца стрэнс, какие нет, ну, то есть это же очень хорошо, мы сможем делать нашу роботу более продуктивной. И в какой-то момент, как бы, все больше погружаясь в документацию, в этические какие-то аспекты данных, и в том числе вот этих вот предиктивных, да, штуковин, я как-то поняла для себя, что мы являемся участниками этой системы. И, конечно же, медиа не будет рассказывать пользователям об этике данных, поскольку они являются актором, который в том числе получает некоторый бенефит от использования данных пользователей, поскольку, когда я говорю, являются частью рынка, я имею в виду, например, используют рекламные системы, зарабатывают деньги на Google, Директе, AdWords и прочих больших рекламных вендорах, которые в дальнейшем, возможно, у нас нет никакого подтверждения, тем не менее, могли бы использовать вот эти, как бы, предиктивные алгоритмы. Поэтому у меня есть некоторая маленькая персональная миссия просто говорить об этом с таким количеством журналистов и людей, которые говорят журналистам, с которыми могу, просто чтобы напоминать, что, ну, если у нас есть какой-то этический долг перед пользователями, то это, по-моему, он. И это ровно то, что смотрит в будущее, поскольку я делаю медиа в будущем, это для меня очень важный, очень важный аспект. Отмечу только один момент. Я уверена, что никто из моих коллег, и я сама когда участвовала в этой истории, никто никогда, конечно же, не делал это специально. Ну, то есть нет такого, что вот сейчас он соберет всех наших пользователей, и как продадим его в Google, и как вообще вот будет замечательно. Конечно, это не так. Это просто, ну, некоторый, может быть, недостаток знания о технологиях, да, как бы погружения в эту тему, потому что для русскоязычной журналистики много, в общем, происходит разного, и данные явно совершенно не являются первостепенной темой. Но, собственно, поэтому я и делаю медиа, которая рассказывает об этом. Мне кажется, это очень важно, важно отмечать. Спасибо. Я как таймкипер смотрю за временем, у нас пролетел так незаметно первый час, и на второй, я думаю, самое время как раз перейти к самой жаркой теме, это как раз таки регулирование, да, и все, что связано с комплаенсом, да, если говорить таким специальным термином. Вот мы поговорили о том, что, да, есть куча персональных данных, мы их отдаем сами, да, иногда мы их отдаем, не совсем отдавая себе в этом отчет, то есть это вот проблема неподконтрольности процесса, который говорил Алексей. И то, что мы видим сейчас, по крайней мере, в России с точки зрения регулирования, мы видим скорее стратегию кнута, что у нас ужесточается законодательство, в том числе в отношении операторов персональных данных, за утечки начинают штрафовать, штрафы начинают расти, но как бы получается, что есть от этого толк какой-то или нет, вот с точки зрения борьбы за приватность и вообще защиты приватности. Вот обычному гражданину, обычному пользователю будет ли какой-то прок с того, что компании там или каких-то организаций начнут штрафовать в разы больше, чем это было до, ну там, до сегодняшнего дня, да, до обновлений в законодательстве. Или это просто борьба с ветерными мельницами, то есть мы просто, вот как Алексей говорил, трясемся над какими-то цифрами, да, над просто данными, но это вот к защите приватности вообще не имеют никакого отношения. Вот такой вопрос я поставлю, наверное. Римма или Алексей, кто возьмется на него первым? Кажется здесь, что здесь очень было бы уместно поговорить про GDPR, потому что это один из тех примеров, когда, ну, как бы, кажется, мы действительно видим некоторое влияние. Ну, влияние мы, безусловно, видим, а просто потому, что мы не можем опереться в успешный опыт, в применении GDPR, то есть почему-то эти оборудования с нас и реализировали, то есть люди так и остаются с нами. И опять же, это, мне кажется, как раз один из тех моментов, в котором я говорил, да, вот что мы допрещемся над данными. На самом деле, во многом это утрата со стороны бизнеса, со стороны компании определенных мотиваторов, то есть компания считает, что риски утраты персональных данных, утечки ниже, чем риски того, что компании эти данные не соберут и не будут их обрабатывать, то есть то, что они потеряют своей конкурентоспособности, да, то есть это обычное бизнес-решение. Что будет, если мы не соберем, допустим, данные о политических убеждениях наших клиентов? Ну, наверное, мы не сможем предлагать какие-то сервисы, которые им были бы полезны, а значит, мы вот тратим свою конкурентоспособность по отношению, да, опять же, к нашим конкурентам, к нашим компетитерам. Вот. А что будет, если у нас произойдет утечка? Ну, утечка может произойти, может нет, еще бабка надвое сказала, будет это либо нет, но если произойдет, ну, ничего, заплатим штраф, но бизнес-то мы все сохраним, то есть штраф наш бизнес не убьет. Если мы какие-то данные не обработаем, то это точно бизнесу, ну, хорошо не будет. И это как раз, я считаю, что нужно начинать не с борьбы с утечками, а с избыточной обработкой персональных данных, как в их составе, так и с точки зрения длительности их обработки, так и с точки зрения того округа лиц, который привлекается к обработке. Это принцип минимизации данных, это минимизация, который это в GDPR. Меня очень сильно расстраивается, вместо того, чтобы лечить причину болезни, да, мы начинаем работать все с симптоматикой, потому что утечки данных по многому это не потому, что у компании дырявая система, а просто потому, что этих данных очень много, и компании к ним относятся просто как к некому материалу, который, ну, скажем так, к неким дровишкам, которые можно закидывать в топку бизнеса. Да, если тебе там крадут воздров, ну, да, это неприятно, это убытки, придет городовой, будет сильно недоволен, что как бы на этих дровах были написаны там чит-имена, да, там жители города. Ну, как бы ничего страшного, бизнес это переживет. Ну, за очень крайне редким исключением, на самом деле, ни один из каких-то существенных зрелых бизнесов еще не острадал тысячки таким образом, что это просто приводило к распаду бизнеса, к уничтожению. Поэтому пока это не создает экзистенциальных рисков для бизнеса, вот такие утечки, он свою позицию не поменяет. Так, я вклинюсь модераторской ремаркой. Римма, к сожалению, откланялась и сказала, что ей надо бежать, вот поэтому нас осталось двое. Вот. У меня тогда вопрос, наверное, к Алексею или Анна хотела что-то добавить? У меня была какая-то мысль, но кажется, кажется, мне она... Нет, слушайте, Алексей, такой вопрос. А как вам кажется, не являются ли вот это вот, ну, скажем так, штрафы для компаний, и некоторым мотиваторам для них, может быть, не собирать так много данных и не хранить их так плохо, что они утекают? Ну, то есть не может ли быть здесь такой связи? Я с вами совершенно согласна лично про то, что надо просто меньше, кажется, собирать, но тем не менее, это же, ну, вполне себе кажется, хороший, ну, как бы хороший мотиватор для компании, да, хороший руль. Ну, безусловно, это хороший, там, с одной стороны, мотиватор, а с другой стороны, в любой, ну, более-менее, скажем так, сериалы выстроены компании, на самом деле, даже не только в компании, а даже на нашем самом уровне всегда есть такая вещь, называется риск-менеджмент. То есть, когда мы оцениваем вероятность наступления определенных негативных событий и их последствия, и исходя из этой, как бы, парадигмы, мы определяем свое дальнейшее поведение. И я могу сказать так, что во многих компаниях, где произошли утечки, это не потому, что они сделали все, что смогли, пришли какие-то суперзлые, там, хакеры-супермены, которые взломали невзламывающие системы. Я не буду называть, как говорится, имена, пароли, явки, но у меня вот есть клиенты, минимум три, компании, которые в этом году оказались в ситуации утечки. Утечки различались по масштабам, по степени освещенности в СМИ, одна утечка вообще в СМИ никак не была освещена, хотя компания общалась с Роскомнадзором на эту тему. Если говорить простым языком, о всех трех случаях, компании могли бы работать и получше с точки зрения информационной безопасности. Здесь, говоря опять же о соотношении инвестиций в определенные сферы, как это ни странно, оказывается, что компании также недоинвестируют в сферу информационной безопасности. Синфобес у них сейчас на затворках. Продажи, клиентский опыт, все вот это, это всегда, как бы это все любит, это приносит деньги, особенно в ПТС. А инвестировать деньги в реальную информационную безопасность, вот если бы компании хотя бы чуть более серьезно к этому вопросу относились и давали больше приоритет, я не говорю, что это именно целиком полностью вина менеджмента компании. Часто, к сожалению, безопасники, они сами не могут доказать, для чего безопасность это нужно, а почему не нужно тратить деньги. Ну, вот это одни из издержек. Но причем не только у нас, но и соседи слева, и справа, и сверху, и снизу, то есть все окружающие страны, там по всему миру, они как бы это парадигма. Ну, так вот, я считаю, что если бы хотя бы базовые меры информационной безопасности бы применялись, количество утечек снизилось бы на порядок. Их не стало бы меньше, но, по крайней мере, это не было бы уже такой остросоциальной проблемой, какая это есть сейчас. То есть, это вопросы в данных вопрос в мерах информационной безопасности. И еще есть третий момент. Это вопрос, который касается наказания реально ответственных за это лиц, должностных лиц внутри компании. Допустим, в Китае, если человек, либо в Южной Корее, если человек имел реальные возможности и распорядительные функции по выделению денег, по контролю за их расходами на ИБ, то есть это, условно говоря, вот то самое ответственное лицо, но не ДПО, а именно человек, который отвечает именно за информационную безопасность, который, в кавычках, пилит эти самые, выбивает, потом пилит эти бюджеты на ИБ, там, нанимает специалистов и так далее. Вот и речь идет о том, что эти лица должны отвечать не только в рамках административной своей функции, то есть и штрафов, которые на них могут быть наложены на должностное лицо, а фактически такого рода утечки, вывзывания ответственности, они должны переводить в некоторых случаях к дисквалификации, да, и, скажем так, к определенным персональным последствиям для их репутации, для многих других вещей. Да, такие случаи есть, если это очень известный специалист, его репутация может быть, ну, безусловно, может быть, может пострадать, да, в случае его нарушения, но сделать это именно в виде определенных норм почему-то так не получается, хотя, казалось бы, это было бы сделать неплохо, потому что я знаю людей, которые получат очень хорошие заработные платы, которые получат очень хорошие бюджеты, но потом, когда начинается расследование причин, почему произошла утечка, оказывается, что даже базовые меры защиты персональных данных просто не были реализованы. Вижу, что у Андрея есть. Если можно, коллеги, пара маленьких комментариев. Вот, скажем так, комментируя Алексея, я хочу сказать, что, ну, конечно, наказание никогда ничего не решает, никакой проблемой. И, по сути дела, наказывать бессмысленно, вы данные уже потеряли, и этого человека вы уволите, не знаю, что с ним сделать, четвертуйте, возьмете другого, так сказать, возьмете другого, и там случится то же самое. Соответственно, вы опять будете рубить кулы и махать шаркой. Не решают наказание ничего, это видно из опыта и отечественного, и импортного. Поэтому на самом деле проблему решает организация непрерывного процесса по управлению безопасностью. И, соответственно, все вот наши стандарты, скажем так, международные, которые в этой области работают, они как раз используют процессный подход, в частности, там, ISO 27001, используют процессный подход, и на этой базе, значит, систему управления безопасностью как-то совершенствует и таким образом повышают устойчивость системы к проблеме нарушения безопасности. Второе, что хочется сказать, что вообще нет незламывающих систем. Это есть системы, которые пока еще не взломаны. То есть, если надо будет, взломают практически любую систему, сколько бы вы денег не вложили в вопрос безопасности, если понадобится кому-то, ну, это будет стоить каких-то каких-то бюджетов, но ваша система сломает. Поэтому вот лично, если говорить о таком персональном подходе, я в свое время, вот ровно 10 лет назад, на конференции, которую проводил Международный союз репутатсвязи, поучаствовал в секции, в которой выступал Евгений Касперский. Он еще тогда сказал, что вы живете, все мы живем в стеклянном доме, и если какие-то ваши данные попали в, ну, условно говоря, в цифровые системы, считайте, что они доступны всем. Именно поэтому в рамках, ну, как бы, своего собственного подхода и отношения к этому делу, надо просто включать специальный подход, который говорит о том, что все данные могут быть использованы, все данные, которые вы так или иначе разместили в сети, могут быть использованы против вас. Поэтому, поэтому, когда раздается мне, например, звонок на мобильный телефон, я никогда не отвечаю «да». Я могу все что угодно сказать. Кто говорит? Я вас слушаю. Да, не говорю никогда, просто это мое «да» может быть использовано против меня в любой момент времени, что невозможно с помощью сгенерированного голоса, так сказать, в принципе. Говорится, что алгоритмы генерации голоса они не могут подтвердить, значит, там, согласие или несогласие. Ну, на самом деле, после того, как мне говорят, что вам звонят исходу к безопасности, я не вступаю в дискуссию, не пытаюсь троллить эти люди, я сразу вешаю труп, потому что, опять же, накопленная в рамках этого диалога информация может быть использована против меня. И такой подход, я считаю, даст определенный результат. Вот. Еще хотел, я извиняюсь, прокомментировать вот по поводу использования данных в медицинских системах. Совершенно замечательно. Если данные будут использованы для того, чтобы повысить качество вашего медицинского обслуживания, это здорово. А вот когда они будут использованы для того, чтобы пересчитать сумму вашей страховки, то, в общем, как бы это печалька, потому что может оказаться, что какие-то данные... Хорошо, если это корректные данные, а вообще данные могут быть не совсем корректные, тогда это будет совсем корректно. Вот такие, извините, комментарии. Спасибо. Кстати, хороший пример с голосом и с ответом на какие-либо вопросы. Как раз тот сюжет, который хотела тоже затронуть. Вижу руку Ирины, но я сейчас вкину вопрос, а потом вернусь к Ирине. Вот сейчас в последние дни очень активно обсуждается закон про единую систему хранения вот этих биометрических данных. Кто-то их уже сдавал. Я тоже с этим сталкивалась именно в одном из больших банков. Вот что будет с этим? То есть мы говорим про персональные данные, там про какие-то наши предпочтения, заказы, фотографические изображения лица, адреса, номера каких-то документов, но теперь появится еще и биометрия. Вот это как бы последний гвоздь в крышку гроба нашей приватности или как, или нет? Вот мы к этому вернемся, а сейчас соберем сначала руки из зала. Ирина, вам слово. Благодарю. Я хочу еще один пример привести. У нас сейчас все больше внедряются автоматизированные системы секретарей. Раздается звонок о том, что вы записаны на завтрак там дантисту на такое-то время. Подтверждаете ли вы? И вот попытки обойти какие-то четкие ответы, они не воспринимаются. И ты не понимаешь, тебя там случайно не выкинут откуда-то. Поэтому вот здесь, когда от нас хотят точных фраз там «подтверждаю» или «да», или «я приду», вот я приду, они не понимают. Поэтому вопрос, что делать еще с этими системами. – Спасибо. Михаил. – Да, коллеги. Илона, спасибо. Я вот то, что хотел сказать, вы уже затронули в вопросе, который вы бросили. Я вот что хочу спросить у наших выступающих основных. Мне кажется, что один вопрос, который очень важен, может быть, самый важный и вообще не обсуждается пока во всяком случае. А какие системы информационные, которые обрабатывают персональные данные, очень нежелательны? Ну, потому что они несут в себе много рисков. Ну, к примеру, в штате Калифорния три года назад были запрещены использование системы распознавания лиц государственными учреждениями. Почему? А потому что распознавание лиц несет в себе риски. Их можно использовать, такие системы, для каких-то нехороших дел, а можно для плохих. В особенности риски эти возникают в системах, которыми распоряжается государство. Ну, или там штат. Ну, штат – тоже стейт, да, это же тоже государство. Вот в Европе, насколько мне известно, обсуждается такой вопрос, стоит ли запретить использование системы распознавания лиц. А в России системы распознавания лиц расширяют свою деятельность, как мы знаем, много-много-многократно. Миллионы камер, которые умеют либо сами внутри, ну, как правило, не внутри, а снаружи обрабатывать лица и вообще биометрическую информацию. Более широко, наверное, надо смотреть на это. И отпечатки пальцев, и какие-то еще особенности биометрические, которые почти однозначно донефицируют человека, субъекта. Вот мне представляется, что эти системы являются, представляют собой очень большой риск для нас, живущих, значит, субъектов. И вопросы запрета использования таких систем, особенно государства, мне представляются очень важными. Вот, может быть, вы что-нибудь скажете по этому поводу, потому что мне, вот, меня больше всего беспокоит именно это, потому что как-то в магазине меня заставят, не заставят по-старому или по-новому купить зубную пасту, мне плевать. Выберут меня и каким-то образом идентифицируют, что вот у меня такие предпочтения, заставят купить локолюд, а не там какой-нибудь еще, это не помарин, хотя помарин мне больше нравится. Я в городе Поморье бываю часто, это хорошая зубная паста, тем более я знаю откуда. Ну и так далее. Вот мне на это наплевать. А когда меня конкретного, меня распознают и что-нибудь придумают по этому поводу, вот мне это, вот, ни разу с этим не сталкивался, но как-то неприятно потенциально даже. Вот что-нибудь скажите по этому поводу, будет интересно. Если можете, я прямо сразу включусь. Я лучше сразу дам Алексею, потому что он сейчас убегает через пять минут. У нас конец года, у всех ценят. Алексей, пожалуйста. Так, коллеги, да, спасибо. Подвращаясь к ранее замечательному вопросу, на самом деле, я бы не стал более опасным, менее опасным по поводу треплики, что плевать на то, что что-то купить, а вы подумайте о том, чтобы что-то вас заставить купить, надо сначала вас идентифицировать, да, и условно говоря, выделить среди всей остальной группы лиц. И все системы, и биометрические, не только они все работают вместе, комплексно. И в этом-то как раз опасность. Не в том, что биометрия сама по себе это опасно. Ну вот, предположим, есть биометрическая система, которая осуществляет идентификацию, да, уличная камера. Она вас идентифицировала. Окей, что дальше? То есть это само по себе опасно? Нет. Опасно это как раз то, что будет происходить потом. Да, следующие этапы, когда вас идентифицируют, и вы, заходя в магазин, увидите, допустим, рекламу там с зубной пастой локалют, а не с какой-то другой зубной пастой. То есть это все работает в комплексе. И я могу привести еще один пример по поводу того, как разные технологии воспринимаются по-разному. Есть две соседние страны. Есть Великобритания, есть Франция. И в обеих из этих стран достаточно развитая судебная система в одной стране, ну пусть это уже не совсем так, есть система общего права, да, судебные прецеденты имеют в другой, континентальная система, где тоже есть на самом деле судебные прецеденты, просто они не так явно выражены, да, их роль не настолько важна, как Великобритания, хотя в принципе все страны более-менее уже с какими-то гибридами систем, как бы в чистом виде их практически не бывает. Но, казалось бы, очень похоже. В Великобритании юридические фирмы с удовольствием профилируют решения судей. Они нанимают огромное количество компаний, которые детально вычитывают, ну не вычитывают, да, естественно, анализируют все судебные решения, все обстоятельства и составляют профиль на судью. Что судья может подумать, может решить, может заявить в том или ином случае, то есть получается, что очень важно иметь определенную судью, потому что понимаешь, что в том или ином деле вероятность того, что он примет то или иное решение, она отличается, естественно, да, от какого-то среднего уровня, среднего значения. Великобритания, да, это, ну, до недавнего времени, это часть Европейского союза, часть, в том числе, GDPR-фреймворка, то есть это и до сих пор, на самом деле, Великобритания живет по Data Protection Act 2018 года, который полностью гармонизирован с GDPR. То есть она не является какой-то белой вороной, да, в рамках уже, как бы, ну вот, всего контекста ЕС. И есть Франция, вот, соседняя страна, где те же самые правила GDPR, только вот во Франции, если кто-то попробует спрофилировать решение судей, он сидит в тюрьму за это. Да, вот очень хороший пример, разницы в двух странах, да, это разные страны, но о них, на самом деле, общая история, они как бы давно соседи, там, и воевали, и дружили вместе, и там, и правые традиции пусть отличаются, но в базовых принципах они идентичны, да, это, как бы, часть европейской правой традиции, на самом деле. И вот, тем не менее, невероятно, но факт, да, то есть мы не будем сравнить Россию с Калифорнией, либо еще с кем-нибудь, вот, две соседние страны, и вот такой подход. Почему? Потому что во Франции очень сильная корпоративная, как бы, скажем так, очень сильная корпорация судебная. И судьи не хотят терять свое право на таинство судебного решения, на внутреннее убеждение, потому что оказывается, что никакого-то внутреннего убеждения, как у нас в Профессиональном кодексе, это и нет. Можно спрофилировать человека, это внутреннее убеждение, у тебя будет на ладони. То есть ты будешь видеть, в чем там это внутреннее убеждение. Какие механизмы движут человека при принятии его того или иного решения. Поэтому, опять, завершая суппламенную речь, и, к сожалению, вынужден буду откланяться. Основной, это момент не в том, что реальная система, технология априори опасна. Вот давайте запретим биометрию, давайте запретим распознавание лиц, либо еще что-то. Почему это делается? Делается это не за самой технологией, а за сценарием. Запрещать какие-то системы бессмысленно. Мы должны не запрещать, а контролировать запреты и какие-то активности, там, а санкционные. Можете мне поверить, даже если мы смотрим на европейский опыт, они принципиально ситуацию не меняют. На этом все. Спасибо большое. Все, хорошего вечера. Убегайте. Михаил, я так понимаю, у вас возражение есть, да? Ну, не то, что возражение, а комментарий к комментарию, мне кажется, важный. Ну, во-первых, в Британии и Франции я не юрист никакой, но я слышал, что в Британии право прецедентное, а во Франции континентальное. По-другому устроено, поэтому и с судьями надо по-разному работать. Ну, и ничего неожиданного в том нет, что если так, то и по-разному работают с судьями. А вот принципиально вот что. Я же не говорю и не пытался даже сказать о том, что надо запрещать технологию. Не надо запрещать никаких технологий, а вот применение. Не технология, технология нейтральна. Технологии можно применить так, всяко, по-разному. Применение технологии является той или не является той проблемой, которая может возникнуть или может не возникнуть. Так вот, запрет использования какой-то технологии для чего-то, например, для государственных задач использовать технологию распознавания лиц в штате Калифорния нельзя. Вот это запрет не технологии, это запрет использования. Почему? Потому что такое использование несет в себе много рисков, потенциальных рисков. Это как раз то самое, что было уже сказано, риск-менеджмент. Да. Вот работает риск-менеджмент. Хорошо бы использовать? Да, хорошо бы. Может принести пользу? Ну, конечно. Но надо взвесить, и вдруг оказывается, что на другой чаше весов лежит колоссальной тяжести риск получить злоупотребление. Или, если взлом, то просто вообще непонятное и неожиданное использование во вред. Вот риск перевесил, поэтому и запрет. Это не запрет использования технологии, это запрет конкретного применения. Я хотела бы здесь добавить, мне кажется, это очень интересный аспект, очень как-то красиво мы сейчас, мне кажется, закальцуем с началом этой речи. Михаил, вы когда упомянули в начале вашего вопроса, высказывания про некий страх, да, вот, числовно вершкоснования лиц, например, в транспорте, да, в России сейчас, сейчас-то есть. И там примерно такая фраза, как бы, как бы, что бы они ни сделали. Я сейчас не ловлю вас на ней, я сама, как бы, очень часто так говорю. Вот, если мы присмотримся, да, то, как бы, что за страх или, может быть, какое-то даже сопротивление. Вот у меня лично есть рынок технологии распространения лиц в московском транспорте. Мне кажется, это страшно несправедливым и большим нарушением моего права, поскольку я не давала согласия на использование моего лица в некой системе, которая сможет меня идентифицировать где угодно, где бы я не ходила в своем родном городе. Так вот, когда мы смотрим на страх, он на самом деле вообще не про технологию, он не про то, что меня технология идентифицирует. Он происходит, поскольку мы накладываем на него сверху то, что может сделать определенный автор, будь то государство, корпорации, просто какие-то злонамеренные агенты, да. И когда мы думаем об этом, и о том, вот этот объем, да, довольно большой, даже, например, пресс-финфицированных, когда наказывается в руках какого-то агента, что этот агент может с этим сделать? Как мы знаем из кейсов применения технологии распространения лиц, например, полиция может находить людей, которые участвовали в каких-то акциях, и потом находить их у себя, как бы у них дома, не задерживая их на месте, их якобы нарушения, приходить и говорить, вы были вот здесь, мы это знаем. Раньше, до того, как была распространена технология распространения лица, это было просто невозможно. Ну, то есть, если человека не поймали за руку, да, то ничего просто не может, знаете, ну, это вопрос вообще не к технологии, это вопрос к тому, что происходит с законодательством и правоприменением, то есть вопрос уже к агенту, который оперирует этими самыми данными. Но при этом мне все-таки хочется отметить вот эту штуку про, ну, как бы про право, да, про цифровые права. Лично мне, я не юрист, к сожалению, юристы ушли, но мне очень важно, чтобы, если мои данные где-то используются, и если это что-то, что может быть крайне чувствительное для меня лично, то меня хотя бы спрашивали о согласии. И очень часто, к сожалению, большие технологические системы этого не делают, потому что им это, ну, совершенно невыгодно. Другое дело, что даже когда вас спрашивают, вас часто не спрашивают, например, для подачи на визу последние, мне кажется, лет пять или даже больше в Европейский Союз, вы всегда даже сдаете биометрию, ну, не только в Европейский Союз, да, в другие страны. Можете ли вы отказаться? Ну, вообще-то нет. Берут с вас согласие на сбор, забор вашей биометрии? Да, берут. Можете ли вы сказать, что вы не хотите это делать? Нет, вы не можете. То есть у вас как бы есть право на согласие и отказ, но при этом ваши действия будут ограничены тем, что вы откажетесь. Здесь, кажется, то снова есть возврат немножко к истории про, ну, информирование, да, чтобы мы знали, что вообще-то у нас есть право отбазаться. Если этого права нет, то это нарушение другого уже вашего права на доступ к чему-то не было. Вот, простите, длинный спич, но у меня тут, кажется, накопилось. Нормально. Михаил, ты что-то добавил? Да, я буквально, сейчас я уже... Алексей, да, пожалуйста. Да, извините, пожалуйста, Михаил, да, что в стрепосте я сейчас, мне сюда уже нужно бежать. Я постарался вернуться к тому, что я озвучил по поводу своего ответа. Я, опять же, обращаю внимание, что я все-таки говорил про разную континентальную предстоитетную систему, но в нашем кейсе это никакого значения не имеет. Неважно, какая система права в каждой стране, еще раз подчеркну, обе страны работают по единым правилам GDPR, да, общий регламент о защите персональных данных, поэтому, тем не менее, вот такие девиации даже в соседних странах, это, во-первых. Во-вторых, давайте посмотрим на соседей справа, на Китай со социальным рейтингом, он же социальный кредит. Тоже очень интересная история, я в свое время достаточно, ну, скажем так, активно ее изучал, вот. И я думаю, что, может быть, то, над чем нам всем стоит подумать, во-первых, наши права, индивидуальные права, их не нужно абсолютизировать, всегда есть понятие общественного блага, и в тех случаях, когда это необходимо, государство принимает решение, это ограничить. Я единственное протестую, когда это делается, ну, скажем так, как иногда у нас в стране это происходит подспутно и без какой-то общественной дискуссии. Вот это, я считаю, в корне неверно, потому что это порождает недоверие и страх, да, по поводу чего, какие камеры, где могут быть использованы. Это первый момент. И второй момент, опять же, понимание общественного блага, оно везде разное. Вот в Китае есть свое понимание общественного блага, оно о многом строится на принципах консульцианства, и там совершенно по-другому воспринимается, казалось бы, вот те самые одни и те же технологии, там, биометрической идентификации и прочее. И в-третьих, вот здесь, знаете, просто такая небольшая ремарка с моей стороны, когда мы концентрируемся на одних технологиях, вот сейчас разгоняя тему с биометрии, там, везде и так далее, мы можем забывать о абсолютно, скажем так, точно не более безопасных вещах, а даже как минимум сравнимых с рисками с точки зрения биометрии. На самом деле, возможность отслеживать перемещение человека, его активности с помощью шпионов, которые каждый из нас держит при себе, я говорю про смартфоны, она отнюдь не меньше, чем опасность от биометрии. И когда вам показывают пальцем, что вот, это вот самое опасное, давайте, окей, мы пойдем вам навстречу, мы запретим использование биометрической идентификации, там, в общественных пространствах, все хлопают в ладоши, радуются, что все, наконец-то мы в безопасности. На самом деле, это, ну, как бы, это, может быть, скажем так, некая ложная цель, потому что надо, опять же, смотреть на все в совокупности. И когда, общаясь с людьми, вот действительно, очень многие обращают внимание на видеонаблюдение, на биометричную идентификацию, я говорю, ребят, вот, ваше перемещение в сети интернет, что вы делаете, куда вы ходите, с кем вы общаетесь, очень легко отслеживается. И, на самом деле, опасность для вас, в моем понимании, как человека, который 14 лет этим занимается, как минимум не меньше, она даже больше, чем тот факт того, что где-нибудь в метро вас могут идентифицировать и сопоставить с базой лиц, разыскиваемых там за уголовные преступления. Вот. Поэтому, как бы, здесь, по поводу вернуть пейджеры, пейджеры – это тоже шпион, вообще легче всего просто почтовыми голубями обмениваться, это всегда баланс, да, то есть я просто… Основной мой месседж, которым я вынужден распрощаться, и большое спасибо всем принявшим участию в дискуссии, это надо смотреть на ситуацию, как бы подняться наверх и смотреть в комплексе, то есть потому что современные компании используют все возможные доступные источники данных о нас с вами, не только биометрическая идентификация. Все, коллеги, большое спасибо, и хорошего вам вечера, с наступающим. Спасибо, с наступающим, Алексей. Андрей Щербович, рука. Ну вот, простите, коллега уже, наверное, ушел, просто хотелось бы сказать, что в Китае, который, так сказать, был при системе социального кредита и так далее, не воспринято никакая из, в принципе, систем защиты прав и свобод личности. То есть права и свободы личности там вообще не учитываются как ценность в принципе. Это следует учитывать согласно китайскому праву. И брать пример этого тоже не стоит. И, так сказать, если вот, например, брать европейскую систему, то да, оно говорит, что ты в рамках какого-то не абстрактного общественного блага, а для отселения необходимо в демократическом обществе. Права ограничиваются в соответствии с явным законодательным подписанием и в соответствии с решением суда. Как сказано в Европейской конвенции, из которой Россия благополучно сейчас вышла. Но тем не менее, так сказать, положения такие и остались. И ровно таким образом следует трактовать ограничение прав и свобод человека. Что касается социального кредита, то лично, на мой взгляд, я не самый большой специалист по праву Китая, но это очень большой путь в освенство, если честно. То есть это просто ограничение прав произвольное, которое, на мой взгляд, если почитать эту систему, то это ужасает на самом деле. Это просто ужасает. Когда государство просто решает, можно тебе купить билет на самолет или на поезд, или каким классом ты будешь ездить в соответствии с тем параметром. Так что это не то, что идеализировать. Это можно лишь в качестве агрессивного примера приводить. Спасибо. Мне кажется, мы сегодня практически не обмянули ничего о цифровой идентичности, но кажется, это как раз некоторым образом касается сбоку этой самой цифровой идентичности. что позволено нашей идентичности и что может быть не позволено. Я думаю, самое время как раз восполнить этот пробел насчет цифровых идентичностей, потому что мы поговорили про персональные данные, которые как бы ее конструируют, но все, конечно, зависит от контекста. И вот что теперь с этим делать? Ох, я боюсь, что, честно говоря, говорить по цифровой идентичности можно было бы еще часа-два, оказывается, совсем практически наступает. Но я бы здесь отметила, сейчас, Илона, ты присутствуешь здесь не совсем в виде себя, но при этом твоя подпись не обозначает твое имя. Как тебе кажется, является ли это частью твоей цифровой идентичности в данном цифровом процессе? Все верно, так и есть. То есть я себя здесь представляю не как Илона Стадник, как человека, который ведет этот дискуссионный клуб. Да, у меня все еще имя такое же, но тут еще как бы особенности технические, да, я просто иногда забываю переименовать Zoom корпоративный, скажем так, и обозначить себя как себя. Но при этом все меня знают. Да-да, конечно, это просто, мне кажется, довольно интересный пример, потому что здесь идентичность начинает немножечко плыть, да, ну как бы ты сидишь здесь с включенной камерой, и, в общем, здесь все знают, что это ты. При этом одновременно с этим твоя идентичность немножечко как бы, ну, она, естественно, не сливается, да, она как бы становится ближе к рабочей истории, да, истории рабочего Zoom. И у всех нас, кто находится здесь сейчас с именем, с именем и фамилией, в общем, существует, да, какая-то цифровая идентичность прямо внутри этого процесса. И когда мы говорим про персональные данные и идентичность, я обычно хочу предложить, может быть, немножко... Ну, может, здесь примерно все, кто присутствует в этой самой цифровой аудитории помнят те времена, когда, вот, знаете, можно было быть анонимным и назвать с кем угодно. И это не было бы странным. То есть, если бы я сейчас зашла в эту Zoom под именем Котик-92, вероятно, это было бы, ну, как-то немножко странно воспринято, да, хотя сейчас, кажется, в некоторых процессах, в некоторых онлайн, я знаю, в каких-то арт-встречах это вполне себе допустимо. Но привыкай сейчас к тому, что твоя цифровая идентичность, это ровно, ну, ты и есть, да, особенно за времена карантина. Если ты, ну, даже не то, что приходишь, там, не знаю, с Масковой, безумие, скорее, когда-то не ездят, вот эти вот с ушками или с чем-нибудь таким, а в каком-то совсем цифровом виде тебя могут просто не знать и, ну, как бы, не очень понять. Кажется, если использовать немножко игры, это можно расшатать, ну, и, конечно же, если хочется. Мне сейчас пришла в голову идея, что если мы оперируем понятиями цифровых идентичностей, у нас их может быть много, и, соответственно, если нарушилась приватность одной, мы можем, как бы, перескочить на другую и продолжать, как ни в чем не бывало. Но, наверное, это так сильно не работает. Нет, я думаю, что, честно говоря, вполне работает. Другое дело в том, что, ну, у нас сегодня нет, да, как бы, там, пятнадцати идентичностей, которые могут быть взаимозаменяемы. Да, моя рабочая идентичность, она одна, она связана с моим мировым мировым и моим аккаунтом в Facebook. Если мой аккаунт в Facebook будет угнан, да, то, и, например, там, кто-то будет писать от моего лица какие-то вещи моим коллегам, знакомым, профессиональным знакомым, в том числе, некоторые присутствуют здесь, это будет невосполнение утратой, невосполнимой утратой республикационными потерями, да, вот мы уже входим в этот домен. Ну, да. Михаил пишет, что есть несколько фантастических романов, построенных на идее смены цифровых идентичностей, или, видимо, не только цифровых, но, в общем, грань тонкая. У нас есть 20 минут, на самом деле, я хочу зарезервировать минут пять, наверное, на одно важное объявление в конце, но я вижу руку. Сергей, пожалуйста. Да, добрый вечер, коллеги. Меня тут призвали политикам выступить, придется, чтобы показать, что как раз это не аватар висит, а настоящий Сергей Купылов. Но, честно говоря, вот сейчас слушая дискуссию, очень хотелось войти, перелогиниться и войти, например, Михаилом Медришем или Мишей Анисимовым, да, чтобы показать, чтобы у нас там возникло два или три, чтобы показать, что есть еще одна проблема. Проблем не утечит. Вот, на мой взгляд, ну, как в том старом анекдоте, успокойтесь, все давно уже украдено до нас, да, все наши данные, они давно уже украдены, да, и вот, например, еще одна утечка там какого-нибудь девеллери-клаб или, ну, там, условно его ромашка, к этому хаосу мало чего добавят. Мне кажется, что на сегодняшний момент есть одно перспективное направление, так сказать, защиты персональных данных, это защита от цифрового двойника, да, то есть подмены личности. И даже не важно, сколько данных утекло, важно, как их можно использовать, вот эти данные. Ну, например, образно говоря, если, вот опять, я зайду под именем другого двойника и здесь двойником и пошучу, это один вред. Но если я возьму чужие данные, пойду возьму кредит, это совершенно другой вред. И вот это направление, мне кажется, немножко как бы несправедливое отодвинутым в сторону с тем, что необоснованное упрощение удаленного использования данных влечет последствия в основном для владельца этих данных, а не лица, которые используют эти данные. Я не про жиломышленника, я в данном случае, например, про микрофинансовую контору. То есть, если ты берешь эти данные, максимально упрощаешь получение кредита, то почему негативные последствия должен нести владелец этих данных, а не микрофинансовая контора. На мой взгляд, здесь как и в законодательстве, так и в практиках, так и лицензированных видов деятельности, как те же микрофинансовые конторы, необходимо внести максимальное ужесточение, чтобы, образно говоря, в этой цепочке использованных данных всегда присутствовал, так или иначе, оффлайновый вариант. Ну, то есть, промежуток оффлайна должен быть, то есть, та самая тетушка в окошко, которая твой паспорт возьмет и посмотрит. И тогда вот утечка данных, она будет, ну, практически бесполезна, если ее, например, нельзя использовать, кроме как маркетинговых целей. Да ради бога, вот Миша правильно сказал, паста помарин, ну, пусть будет паста помарин. Если меня там побуждают, побуждают чего-то купить, и это самый максимальный вред, который можно мне нанести, используя моих данных, да ради бога, пусть еще 285 тысяч учетчик будет. Мне это не страшно. Страшно именно то, что где-то существует вход этих данных, когда можно выдать любое лицо за меня, а потом мне прилетят эти последствия. Так вот, последствия должны прилетать ровно той конторе, которая, получив эти данные, меня неправильно идентифицировала. Неправильная идентификация должна нести последствия для того, кто неправильно идентифицировал. Все, спасибо. Спасибо. Это хороший поворот в дискуссии, потому что обычно об этом всегда забывают. Так, еще вижу руку Андрея. Андрей. Спасибо большое. Ну, просто комментарий к предыдущему. Культуры просто данных нет. Более того, в некотором смысле в публичном пространстве это даже поощряется. Вспомним пранк-журналистику. Раньше пранк был телефонным хулиганством, а теперь некто Лексус и Вован, известные пранкеры, представляясь иностранными лидерами у других иностранных лидеров, что-то там узнают. И это теперь не хулиганство, а вроде бы даже доблесть какая-то, какие-то сведения они там получают. Но это тоже, по сути, обманы, подмена личности, так сказать. Если это не претечь в публичном пространстве, то что будет в иных сферах, прошу прощения. Об этом тоже не стоит забывать. Раньше это хулиганство было, а теперь это вроде как даже положительно. Так, Анна, будет ответ на... Я могу только сказать, что называть товарищей журналистикой у меня лично не повернулось. Язык, и, пожалуй, было бы предприятно, если бы у других тоже не повернулось. Вот. Но это тоже вопрос правоприменения, на самом деле. Если бы относительно этих товарищей были бы применены какие-то меры, да, кем, собственно, они могут быть применены, ну, исполнительные ветки власти, то мы бы, наверное, с вами здесь об этом не говорили. Просто так устроено все нынче, что про применение выборочное. Вот. Поэтому, конечно, если кто-то из вас представится где-то мной, то, скорее всего, я бы был очень недовольна публично. А вот эти люди, которые делают это в качестве пранка... Ну, в общем, не называйте их журналистами, пожалуйста. Это просто как-то обидно. Хорошо. Так, есть у нас еще минут пять. Если бы вдруг вопрос... Один маленький момент. Вот то, что Сергей упомянул, что Сергей и Михаил до этого говорили о том, что... Да вот неважно, что там... То есть коммерсанты крадут данные, что там собирают, чтобы потом на нас влиять. Это все неважно, а ваше другое. Коллеги, здесь хочется отметить вот какой момент. То есть мы будем продолжать говорить, что то, что как бы вам страшно, это неважно, а вот нам страшно вот это, и это важно. То есть мы действительно ничего не добьемся. Все эти страхи, они все легитимны, но не все существуют. Кто-то, может быть, смотрит больше на историю капитализма, на обзорный капитализм. У нас про это была хорошая статья, я могу все это таки обчитать. И пугается это. Кто-то пугается. И кто пугается, я не имею в виду что-то плохое. Это просто процесс, но просто мы все воспринимаем такие страхи и в зависимости от них рефлексируем на тему, в том числе, вокруг которой мы сегодня собрались. Кого-то пугает украденная личность и никакой элит, взятый на гражданин, который не делал этого. Кого-то что-то еще. Все страхи легитимны. Все это является особенностью на использование персональных, в том числе данных, украденных идентичностей и прочего. Со всем этим, конечно же, нужно работать. Собственно, коллеги, работают с этим. Это очень хорошо. Михаил. Я очень коротко, вот она зацепила эту вот мысль, она важна, мне кажется. Мы живем, на самом деле, наша социальная и культурная жизнь производна от технологий, которые мы используем. Технологии очень сильно влияют на все. Это как условия окружающей среды. Появилась новая технология, которая называется интернет. Это юникастовая среда. В отличие от книг, журналов, газет, потом радио и телевидения, это бродкастовая среда, точка-многоточка. Интернет, юникастовая среда, она дает возможность каждому общаться с каждым, наоборот. Появилось множество возможностей, которые раньше не было. И передача контента, информации вообще, и общение, и что угодно, связанное с обменом информации. Социальная среда формируется информацией, которой обмениваются люди. Поэтому появилась масса новых, не существовавших до этого возможностей, и передача информации, социальных практик, и общения, и всего чего угодно, и злоупотребления, и удобных и хороших вещей, и всего-всего-всего. На все не отреагировать невозможно. И регулированием на все не отреагировать. И появилось это совсем недавно, всего два десятка лет, не больше. Ну так, всерьез, если говорить, когда широкополосный доступ появился, а когда смартфоны появились, подключенные к интернету, ну, в общем, 4G, NGN, то, что называется, да, New Generation, вот это совсем недавно появилось. Поэтому мы сегодня живем в мире, который только-только начал формироваться в этом смысле. И социальные наши практики начали формироваться абсолютно вот с учетом этой новой технологии. Поэтому сейчас важно, как мне кажется, найти те вещи, которые являются наиболее рискованными, и опасными для социума. Найти, вычленять их и на них реагировать в первую очередь. Там, запретами, не запретами, неважно. Но реагировать. А вы кого, кому имеете в виду найти? Государство найти, гражданскому обществу найти? И гражданскому обществу, и государству, всем. И бизнесу. Я хочу привести пример бизнеса, который на это реагирует. И Twitter, и Facebook взял и заблокировал Трампа. На мой взгляд, я уже говорил в каком-то присутствии, на мой взгляд, это пример того, как бизнес начинает реагировать на риски, которые появляются в связи с использованием технологий, вот этих новых технологий обмена контентом. Я это рассматриваю именно в таком ключе. Это, может быть, не очень, как сказать, удачные примеры, но это не государство отреагировало, это отреагировал социум. Та часть социума, которая имеет ресурсы, бизнес имеет ресурсы. Мы с вами ресурсов таких не имеем, а у бизнеса такие ресурсы есть, особенно у глобальных бизнесов, которые работают на всю землю. А вы объединяете социум и глав гигантских корпораций, которые управляют половиной мира? Вы говорите, что они есть социум, но, честно говоря, они не были Илоном Маском, как бы. Они часть социума, ну как же, они часть социума, они не часть власти, их никто не выбирал. Они часть социума, они сделали свои бизнесы. И тот же Илон Маск, действия которого кажутся иногда безумными, а иногда и очень разумными. В общем, это все тоже проявление, на мой взгляд, проявление того, что вот в этой новой среде, формируемой новыми технологиями, появились новые возможности. Я сейчас не хочу оценивать, хорошо, это плохо, там, качественно, некачественно. Некачественно, конечно, потому что это все новое. Вот Саша недоволен, что я выбрал Маска. Ну, изведи. Могу выбрать Сукерберг. Он тоже там же. Знаете, никого из них мы все не выбирали. Просто давайте это отмечим. Они сами сделали. Нет, я как в качестве примера привел, в этом смысле выбрал. Неважно, неважно. Важно другое. Вот я хочу обратить внимание, что наши социальные, культурные паттерны нашего поведения формируют технологии, влияют очень сильно на это технологии, которые мы используем. И они являются, технология, основным влияющим фактором. Например, без книгопечатания не появилась бы, не победила бы концепция National State. Не смогла бы, потому что для этой концепции нужно информационное единство общества. Оно появилось только тогда, когда появилась книгопечатка. Возможность не только религиозного единства, которое было обеспечено другими технологиями, а единства информационного. И век просвещения появился, так называемый, только после того, как появилось через пару сотен лет, после того, как появилось книгопечатание. А если бы не было книгопечатание, бродкаст появился, собственно. Если бы не было этого, то и не было бы, не было бы как следствие того. Ну и так далее. Вот появился интернет, это Unicast. И эта Unicast-овая технология дает возможность, глобальная, дает возможность всем общаться со всеми. Вот это не тех детерминизм, это влияние технологий на жизнь людей. Оно есть. Это не детерминизм. Мы живем в этой среде. Вот появился автомобиль. И ходил полицейский перед автомобилем, предупреждал всех, что вот сейчас вот осторожно, а то раздавит. По Лондону, по-моему, так было. Я уж во всяком случае читал об этом, не видел сам, конечно. В общем, я хочу еще раз обратить внимание на то, что надо вычленять на рискованные. На то, что новые технологии приносят новые возможности и новые риски. И надо внимательно вычленять возможные риски и реагировать в первую очередь на это. Наибольшие риски. Рисков много, но именно риски. А то вот GDPR придумали, вроде бы хорошая штука. Обратил ли кто-нибудь внимание, что все персональные данные от нас, от источников персональных данных, там отделены. И владеют персональными данными те, кто получил эти персональные данные. По сути, а мы можем только согласиться или не согласиться с их использованием. Вот мне кажется, это несправедливо. Может быть, нельзя по-другому. Но вот так получилось. И в этом я вижу риск. И он проявляется, на мой взгляд, постоянно. В общем, я, собственно, о рисках. Риск-менеджмент – самое главное во всей нашей жизни. Смотрю, Анна очень не согласна совсем. Нет-нет, я совершенно согласна про риск-менеджмент в нынешние времена. Это особенно важно. Нет-нет, я на самом деле просто… Ну вот Михаил сейчас в конце речи затронул очень интересный момент про субъектность персональных данных. И об этом действительно было стоило поговорить. Это большая интересная тема. Кажется, немножко интереснее, чем то, что технологии есть. Они не важны, они многое меняют. Надеюсь, когда они будут еще встречи, может быть, по субъекту персональных данных и благострашных допыта на нас. У нас полый год впереди. Так, пять минут осталось. Думаю, будем потихонечку сворачиваться. Мы успели поговорить, что такое цифровые права, чтобы мы не приравнивали их только к приватности, потому что их, на самом деле, гораздо больше. И под каждый практически есть свой механизм защиты. Но именно с персональными данными, с информационной приватностью. Наибольшие сложности, потому что это очень много этичных вопросов затрагивает, технологических и регулирования. Мы поняли, что наказание – это, скорее всего, не та стратегия, которую следует выбирать, когда мы пытаемся защищать наши персональные данные и наши идентичности. Но как бы волшебные таблетки пока еще не найдено. Можно подумать в сторону сохранения цифровой идентичности как таковой, но это тоже такая зыбкая почва, на которую сложно вступать, и непонятно, куда пойти дальше. Обычно в этот момент я делаю такой блиц-опрос с каким-то коротким вопросом тире предсказанием на будущее у гостей. Но поскольку осталась только Анна, я попрошу, наверное, сделать некое пожелание на будущий год с точки зрения того, что делать людям простым, если они очень сильно беспокоятся о своей приватности. вот как бы в контексте всего того, что мы успели обсудить. Такое короткое, емкое пожелание на 2023 год. Я бы сказала, что это очень уместный вопрос именно ко мне, потому что я, во-первых, занимаюсь будущим, во-вторых, в-третьих, в общем, тоже. Слушайте, главное пожелание – не беспокоиться. Ну, в смысле, а зачем? Просто принять следующее. Беспокоиться, вы объясняете, какие нервы. Нет-нет, это следующий вопрос. Мне кажется, что если вы обеспокоились о своих персональных данных, это замечательно новость. Беспокоиться не надо, но нужно иметь их в виду. Например, если обратить внимание просто, куда вы кликаете на сайтах с предупреждением про куки, можно чувствовать себя актором собственного интернет-шерфинга каждый раз, когда вы заходите по кнопкам «Нет, я не принимаю все, что вы мне говорите, я должна принять». Да, я хочу посмотреть подробный список. Нет, я не хочу вот эту всю вашу персонализированную рекламу. Да, я хочу принять именно то, что я приняла, а не то, что вы посвятили мне зеленую панку. Я всегда делаю так. Я делаю это не потому, что я зануда, хотя это, конечно, тоже так, и не потому, что я пытаюсь уменьшить свой цифровый цвет, хотя это тоже так, а потому, что таким образом я всегда присваиваю себе свой опыт. Мой опыт в интернете – это не то, не то, как меня специальными дюймцами, зелеными подсветками, кнопочками и прочим вводят по сайту. Это мое дело права. Я возвращаюсь здесь в свое цифровое право на свободу получения информации, свободу действия, в ходе самовыражения. Вот, а может быть, я бы здесь пожелала на будущее быть акторами своих собственных процессов. И, конечно, не беспокоиться, потому что это совершенно лишнее. Если мы беспокоимся, мы не делаем полемы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok